Приветствую всех теле- и интернет-зрителей в эфире программа «В центре внимания». Конечно, в последнюю неделю июня одна из основных – это тема приближающегося юбилея Архангельска. Без долгих вступлений представлю вам человека, который знает все и даже больше о программе праздничных мероприятий. Это начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска Глафира Балеева. Глафира Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер, дорогие архангелогородцы. Архангельску 430 лет – богатейшая история у нашего города, наполненная различными фактами, различными событиями. Что станет основным, скажем так, лейтмотивом грядущего юбилея? А вот то, что вы сказали – богатейшая история. То есть это город четырех веков, и, безусловно, мы не можем обойти вниманием в дни празднования юбилея, как раз историческую составляющую, то, на чем строился наш город, как он развивался, что было главным в каждом из этих четырех столетий. Ну и, конечно, немного заглянем в будущее, как мы представляем себе Архангельск пятого столетия, последующих столетий. То есть зрители, горожане могут увидеть, как это, возможно, будет, и сами поучаствовать в создании… Да, безусловно, это укрупненная, скажем, такая форма театрализованного действия, когда будут воссоздаваться отдельные исторические события, но мы не претендуем, знаете, на такую стопроцентную достоверность. Безусловно, это фантазии, безусловно, это компиляции, и, безусловно, это некое смешение веков и времен. То есть мы одновременно будем видеть на сцене Петра I, Анна Грозного, Екатерину Великую, Бориса Годунова, современного полярника, моряка, скажем, того, кто осваивает Арктику. То есть мы будем это видеть вот в одно время. То есть такой ход у нас продуман, да, то есть город четырех веков. И в то же время, ведь город строился главным образом на берегу Двины, Двина основополагающая, такая артерия нашего города. И поэтому мы решили так, что в этот день, 29 июня, главный день празднования юбилейных торжеств, Двина выплеснется на Троицкий проспект, то есть на нашу главную, скажем, уже такую артерию города, где очень любят в день города гулять архангелогородцы, с удовольствием они превращают ее в пешеходную улицу. Этот широкий наш Троицкий проспект. И вот туда выплеснется Северная Двина, и по этой Северной Двине пойдут корабли. Корабли, которые будут отображать как раз вот вековую историю, четырех веков историю нашего города, и, так скажем, фантазии о будущем. То есть планируется, что в нашу гавань зайдут корабли. В нашу гавань зайдут корабли. Ну, начнутся праздничные, начнутся торжества 26 июня, то есть уже завтра, и начнутся они весьма, скажем так, символично с общегородского крестного хода. Почему именно так начинаются празднования? Ну, вы знаете, праздничная программа, она собирается из разных звеньев, из разных составляющих. И это же не значит, что, вот, скажем, есть какая-то группа людей, там, управление культурой города или мэрия города, вот они одни творят это праздничное вообще все действие, праздничную программу. То есть в праздничную программу включаются самые разные мероприятия. И разные люди, разные общности, разные возрастные категории готовят что-то свое и хотят что-то свое видеть в эти праздничные дни. Это, собственно, крестный ход, и прибытие сюда мощей святых Иоанна и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, это инициатива, безусловно, нашей епархии архангельской, холмогорской. И понимая, что наш город, он особенный, он у нас город с богатейшей духовной составляющей, с духовными традициями, город, носящий имя небесного покровителя, архистратига Михаила Архангела, это очень уместно и логично. И мы на самом деле сегодня все больше и больше веруем в то, что мы находимся под крылом Архангела Михаила, и что он оберегает нас и помогает нам. И поэтому, собственно, вот все, что связано с духовностью, скажем, с инициативами епархии, оно, я думаю, уместно и органично вписывается в целом в праздничную программу нашего юбилея. — Эстафету юбилейных торжеств подхватит и день 27 июня, опять не зазнаю, что ожидается. — Безусловно, день российской молодежи. — Целый калейдоскоп событий как деловых, так и культурных. — Да, да, безусловно. — Что вот кроме праздника, я так понимаю, праздника «Молодежный бум» будет? — «Молодежный бум» — мы, к сожалению, из-за погодных условий ушли с набережной с «Молодежным бумом», и будем мы этот бум проводить в «Молодежном центре Государственного учреждения культуры», то есть, может быть, больше «Архангелогородцам», известном как «Модерн». Но это «Молодежный культурный центр», и вот в этом «Молодежном центре» мы будем праздновать День молодежи. С 12 часов до 22 состоятся самые-самые разные праздничные мероприятия, безусловно, тоже посвященные юбилею нашего города. Кроме того, в этот день у нас откроются гастроли «Цирка на воде», которые тоже у нас приурочены к юбилею нашего города. Здесь проводится ряд социальных акций, то есть, получают билеты дети из малообеспеченных семей, дети из семей социального риска, то есть, скажем, есть такая составляющая благотворительная в этих гастролях. То есть, вот это такие основные мероприятия. — Глафира Геннадьевна, знаю, что в пятницу, также 27 июня, в Саламбальском округе ожидается Саламбал. Понятно, что это будет бал времен, как мы понимаем, царя. Еще несколько деталей об этом интересном мероприятии. — Вы знаете, это некая, да, на самом деле реконструкция такая, вот этой легенды, что когда-то Петр I дал бал в честь спуска на воду первого нашего корабля российского. И поэтому вот эта, безусловно, легенда, она жива, она интересна. Чем больше у города легенд, чем большим количеством тайн и каких-то разных вот таких вот легенд, и былин, и новин, что ли, вокруг города существует, тем он интереснее, тем он загадочнее, тем больше, скажем, поводов привлечь сюда туристические потоки. Людям интересно то, чего нет в других местах, то, чем он отличается, наш город, от других городов. И поэтому, прежде всего, мы во всей программе праздничных мероприятий стараемся культивировать вот эти необычные моменты, то, чем мы, собственно, другие, то, чем мы отличаемся от других городов нашей России. — То, что отличает нашу цифру 430 от множества других юбилей. — Да, да, безусловно. Поэтому соломбал — это, конечно, будет Петр, это, конечно, будут придворные кавалеры и дамы, это будет очень много всего интересного, будет много интерактивных моментов, то есть, и это, конечно, солома, то есть, ведь есть же легенда о том, что соломбала пошла именно от этого бала на соломе, вот, соломбал, соломбала. Вот, и поэтому, безусловно, будет присутствовать солома, будет присутствовать сено, на котором дамы и кавалеры будут исполнять разные танцы и вовлекать в это архангелогородцев гостей, соломбала в этот день. — Ну, безусловно, основная смысловая праздничная нагрузка, она, конечно, вложится на воскресный день, на 29 июня. На каких площадках развернутся основные мероприятия в нашем городе? — Ну, я вам уже рассказала, что мы уходим с набережной, Северная Двина у нас перемещается на Троицкий проспект, и вот это театрализованное путешествие по городу четырех веков, оно начнется от стадиона «Динамо» с причалами. Первый причал у нас будет Александровский сад. Как вы знаете, Александровский сад у нас тоже появился в городе не случайно, да, он был разбит в честь посещения государя императора нашего города, да. Вот. Далее мы будем говорить, конечно, об Архангельске как колыбели русского флота, и будет еще один причал в районе торгового центра «Полярный», как раз там мы встретимся и с Иваном Рябовым, и с Петром Первым. На площадке Александровского сада мы встретимся со всеми царями-государями государства российского, которые имели хоть какое-то отношение к истории нашего города, которые внесли что-то, вот что-то в развитие этого города, и каким-то образом вот с их именами связана его судьба, его история. Далее у нас, безусловно, будет причал, ворота в Арктику. Это в районе кинотеатра «Мир», и мы будем здесь тоже смешивать века, эпохи и периоды, потому что об Арктике мы говорим очень давно, начинала все еще с Ломоносова нашего великого. И сегодня мы, конечно, выходим на новый рубеж, очень важный сегодня, знаковый в освоении этой территории. Далее, конечно, мы не можем обойти вниманием духовную тему. У нас небесное ожерелье, следующий причал. Это в районе Дома народного творчества. И мы будем здесь слушать ипорхиальный хор, и мы будем слушать здесь колокольные звоны. И далее у нас будет, так скажем, фантазийная такая площадка в районе нулевой версты. Город Акварель, то есть как мы видим город будущего. То есть город Акварель, значит, мы его видим ярким, счастливым, красивым, праздничным. Там завершится, собственно, вот это путешествие по городу четырех веков с тем, чтобы взглянуть немножечко в будущее. Ну а далее с 14 часов начнет работу основная, центральная наша площадка, на которой опять-таки будут воссозданы исторические моменты в развитии нашего города. Будут вручаться здесь, безусловно, знаки горожанам, которые имеют особый вклад в развитие нашего города. Здесь у нас будут приветственные речи говорить наши иностранные делегации, ведь все гости, все флаги в гости к нам, это тоже наша известная. Города-побратимы. И поэтому как раз вот эти гости иностранные, они будут тоже приветствовать архангелогородцев с центральной этой площадки и прибудут тоже на корабле заморские наши гости. А затем подхватит эстафету вот этого праздничного действа очень ожидаемый архангелогородцами кубанский казачий хор. То есть идет шкал звонков буквально, когда, в какое время мы хотим слышать, хотим видеть этот коллектив. Это, конечно, совершенно особая энергетика, это высочайший патриотизм в самом высоком смысле этого слова. И если говорить, скажем, о приглашенных коллективах, кого мы пригласили в качестве гостей, то мы прежде всего руководствовались как раз такой, знаете, гражданской позиции коллектива, патриотической составляющей. И Юрий Шевчук, который будет работать у нас, группа ДДТ, это патриот страны со своей гражданской позицией и человек, радеющий за Отечество. И, конечно, кубанский казачий хор. Но кубанский казачий хор, помимо того, что это энергетика, это задор, это яркость краски, что это вот мажор такой сплошной, это еще продолжение проекта, который, в общем-то, был начат еще в 2013 году, когда наш Северный государственный академический русский народный хор побывал с гастролями на Кубани. И там они договорились, что вот мы прибыли Северный государственный академический, а сейчас следует нам еще сделать ответный визит и приехать, тем более, что впереди и юбилей нашего города. И поэтому это идет вот своего рода такое продолжение проекта от Белого до Черного моря, сейчас от Черного до Белого моря. Они сейчас в пути, они добираются к нам автобусами, находятся сейчас где-то еще далеко-далеко, ожидаем их прибытия в город только в пятницу, где-нибудь там во второй половине дня они у нас появятся. Дальше будет встреча с Северным государственным академическим хором, они готовят сюрпризы для архангелогородцев, гостей города, то есть они дистанционно работали, сейчас они еще это закрепят, то, что они там придумали, для того, чтобы немножко удивить и порадовать наших архангелогородцев какими-то совместными выходами. Вот, и далее, значит, они отработают у нас в программе Дня города. Безусловно, будут работать лучшие коллективы, прежде всего молодежные, на главной площадке, то есть это и наш ансамбль «Сиверка», которым мы гордимся, и современные, скажем, эстрадные молодежные коллективы, и вокальные, и хореографические. И далее, конечно, будет отдельный концерт государственного академического северного русского народного хора, ну и, конечно же, все ждут очень концерт группы ДДТ с Юрием Шевчуком. И архангелогородцы-молодые готовят интересную такую акцию, флешмоб. Флешмоб. Хотя флешмоб и есть мгновенная толпа, но, тем не менее, молодежь ее готовит, эту мгновенную толпу, чтобы она читалась, и, собственно, идея, которая закладывается в этот флешмоб, была прочитана присутствующими на празднике архангелогородцами. Вот это основная площадка. Планируем мы завершить работу этой площадки где-то в районе 22 часов, там 22-20 минут. Параллельно с этой площадкой, безусловно, будут работать и другие. Конечно, по традиции это проспект Чумбарова-Лучинского, и по традиции он у нас народный, то есть это мастера народных промыслов, это народные коллективы, это гармонии, это баяны, это танцы народные, хороводы, это вот такое все интересное. На этой же улице утром в 10 часов 30 минут мы откроем дом традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». То есть он только начинает еще наполняться жизнью, то есть мы откроем буквально пару залов еще в этом доме, потому что для того, чтобы наполнить этот большой дом, прошлым купеческий, именно смыслом, да, и историей, дыханием прошлого нашего города, конечно, требуется значительное время, то есть заказывается специальная мебель, делаются специальные экспозиции, но мы откроем главную экспозицию этого дома, называется она у нас «Сказание о граде Архангельском». То есть вообще дом будет строиться, скажем, прежде всего на городской культуре, на традициях города Архангельска, на сказках наших замечательных, и Бориса Викторовича Шергена, и Степана Писахова. То есть вокруг этого мы будем строить вот эту сказочную историю. Много будет всего там интересного, но это отдельная история. Открывать мы будем вот этот дом уже для посетителей как раз в день города. Далее у нас будет работать площадка у кинотеатра «Мир», где как раз архангелогородцы смогут показать то, что они наработали в течение года. То есть это будут итоги конкурса «Стихов и песен об Архангельске, о городе Аморе, о себе», это будет итог межрегионального конкурса «Песни русского севера». Это вот такие вот будут вещи. И там мы наградим победителей городских конкурсов «Парадиз на Двине» и «Арт-реакция». То есть ночью, скажем, в канун дня города, в субботним днем будут устанавливаться объекты, которые были сотворены архангелогородцами в рамках этого конкурса «Арт-реакция». Эта инициатива была художественного салона галереи и нашей художественной школы муниципальной детской. То есть что вот как же так улица Воскресенская, как-то она вот из праздничного пространства, как правило, выпадает, а не заслужена. Она вот такая у нас замечательная улица. И они придумали проект, который оживит как раз вот эти лужайки, которые у нас находятся на пересечении улицы Воскресенской и проспекта Обводного, на пересечении улицы, получается, у нас теперь Выучейского, да, и опять-таки Воскресенской, и в районе самого художественного салона. То есть это будут установлены арт-объекты, которые были признаны лучшими в процессе отборки, отбора макетов, в процессе отбора, вот, скажем, заявок на участие в этом конкурсе. То есть там будет очень много интересного, и туда стоит, безусловно, сходить. И непосредственно открывать они будут эту галерею арт-объектов, тоже в сам день города в 13 часов у художественного салона. А затем состоится экскурсия, где и авторы этих работ, и организаторы, скажем, вот этого замечательного проекта расскажут о том, что это изображено, ну, как, почему, и так далее. Вот, кроме того, детских работ будут у нас выставки в самых разных местах в рамках конкурса «Парадиз на Двине». Вот, и, конечно же, у нас будет площадка, такая мощная, у театра драмы. Это, прежде всего, площадка праздничная, рассчитанная на семью, на детей, на разные поколения архангелогородцев. Здесь будет петь у нас и Алла Сумарокова, и будут танцы под духовые оркестры. Но начнет работу эта площадка с детской программы, где будут у нас и наши цирковые юные артисты, и хореографические коллективы, и вокальные детские коллективы. В общем, будет интересно. Очень много игр, конкурсов и так далее. Кроме того, впервые, если нам позволит погода, мы на это очень надеемся и всегда просим нашего покровителя Архангела Михаила помочь нам с погодой, какие бы прогнозы мы в интернете не видели. И, как правило, в общем-то, с погодой нам везет в День города. И очень надеемся, что так оно будет и сейчас. Обязательно так и будет. Мы очень готовились, мы очень хотим, чтобы всем было комфортно в этот день, чтобы люди с удовольствием гуляли по нашим улицам и площадям, и наслаждались праздничными программами, участвовали в них с удовольствием. Так вот, мы выходим на проспект Троицкий, опять-таки, с рестораном Архангельским. То есть лучшие наши рестораны города, они выйдут с праздничной торговли. Нетрадиционно, там, знаете, стоит стол, и на нем какая-то выпечка, пирожки, бутерброды. А это все-таки ресторан. То есть это белоснежные скатерти, это официанты, это соответствующее оформление. Ну, такое-то обслуживание, скажем, такого уровня хорошего города, хорошего ресторана. Дело в том, что мы же город-порт, мы, в принципе, не имеем права быть провинциальными. И поэтому торговля в этот день праздничная, она тоже должна быть такой праздничной и непровинциальной. Мы на это очень надеемся. Но подчеркнет статус Архангельска. Архангельска как столица севера, как города-порта, как города вот с такой замечательной историей. Вот, ну, собственно, вот главные события я осветила. Конечно, будет очень большая спортивная программа еще. То есть Архангелогородцы, которым интересен спорт, они, безусловно, тоже найдут для себя очень много интересного. Кроме того, рок-команды Архангельска будут работать тоже. Они постараются завершить свой концерт до рок-группы ДДТ. Они будут работать на Петровской лестнице. Будут бои по кикбоксингу. Будет очень много всего интересного. И поэтому программа, она размещена на сайте мэрии города. Средства массовой информации вы в том числе нам помогаете, чтобы донести как можно больше информации до Архангелогородцев, гостей нашего города. Поэтому, ну, безусловно, газета у нас выходит, наша городская Архангельска, город воинской славы, где очень развернутая программа. Отдельную площадку у нас готовит государственное автономное учреждение, Центр Патриот тоже на своей территории, бывший Дом офицеров. То есть у нас еще много идет. Наши постоянные партнеры уже много лет. Это ресторан Трискоед и общество, объединяющее, скажем, людей, занимающихся общественным питанием. Они тоже выходят с поморским пиром на Чумбаровку. То есть будет дегустация традиционных северных напитков. В общем, будет всего. Очень много интересного. И поэтому я призываю Архангела Городцев, какая бы погода ни была, она, конечно же, будет обязательно хорошая. Мы с вами договорились, правда? Но какая бы она ни была, в любом случае, нужно обязательно прийти на День города, осознать опять свое единение, свою общность, что мы объединены именно вот единой судьбой, единой историей этого города. Есть такая хорошая фраза, что вообще города — это книги, иногда за семью печатями, которые нужно уметь прочесть в контексте всей отечественной истории и культуры. Безусловно, скажем, в этом театрализованном действии вот эту глобальную задачу полностью не выполнить, но, по крайней мере, мы постараемся, скажем, обернуться назад и воссоздать картины, воссоздать отдельные, вот скажем, эпизоды истории нашего города и вспомнить о личностях, которые внесли особый вклад в его развитие. Ну, будем надеяться, что каждый горожанин, прочитав большую книгу под названием «Архангельск», найдет для себя любимые и знакомые страницы и, более того, захочет что-то свое в них вписать и продолжать. Это самое главное, да, это самое главное. Ведь любой праздник, он случается и получается только тогда, когда человек к нему сопричастен, когда он в этом тоже принял участие. Поэтому мы на это очень рассчитываем. Спасибо большое, Глафьяра Геннадьевна. После беседы с вами предвкушение праздника усилилось и надеюсь, что он пройдет, а он обязательно пройдет ярко, интересно, и наш город достойно встретит свой 430-летний юбилей. Спасибо. До встречи на празднике. Спасибо. Напоминаю, что в студии программы «В центре внимания» была начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска Глафира Балеева. Говорили мы с ней о программе празднования 430-летия Архангельска. Считанные дни, даже, скорее уже, часы остались до этого события. Уверен, что он запомнится горожанам надолго, в том числе и благодаря каналу ПС, который будет транслировать праздничные мероприятия в прямом эфире. С 26 по 29 июня Архангельск празднует свой день рождения. Столице Поморья исполняется 430 лет. Всех горожан, гостей ждет многообразная и насыщенная программа празднования Дня города. 26 июня в 19 часов в честь 430-летия Архангельска по набережной Северной Двины по благословению Святейшего Патриарха Московского и всеяруси Кирилла пройдет общегородской крестный ход. 27 июня в районе площади Мира в 12 часов дня начнется праздник «Молодежный бум» на набережной. Молодежные площадки будут работать до 22 часов. Детей и взрослых приглашает цирк на воде. Веселое и необычное представление из Ростова-на-Дону начнется в районе кинотеатра «Русь» на улице 23-й гвардейской дивизии 27 июня в 18 часов. А вечером в 19 часов на сцене областного театра драмы пройдет финал конкурса «Мисс Архангельск-2014». В предпраздничный день 28 июня на улицах города стартует 31-й международный марафон «Гандвик». С 10 до 15 часов легкоатлеты со всего мира побегут трассу длиной 42 километра 195 метров. Старт и финиш от площади Мира. В 14 часов гуляния начинаются в Саламбальском округе. На площади Терехина пройдет традиционный Саламбал. А в 17 часов со сцены областного театра драмы «С днем рождения» Архангельск поздравляет Государственный академический орден о дружбе народов «Кубанский казачий хор». Концертную программу «От сердца к сердцу» артисты хора дарят городу-имениннику. 29 июня кульминация юбилейных дней. На всех площадках города пройдут увлекательные программы. В 10.30 на проспекте Чумбарова-Лучинского, 15, откроет свои двери дом традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». С 12.00 до 14.00 на проспекте Троицком жители и гостей города приглашают на театрализованное путешествие по Архангельску в городу Четырех веков. В 14.00 на площади перед зданием мэрии Архангельска начнутся главные праздничные представления «Град над Двиной», а в 15.00 – гала-концерт «Посвящение юбиляру». В программе принимают участие Государственный академический орден о дружбе народов Кубанский казачий хор, Государственный академический северный русский народный хор, легендарная группа ДДТ с его бессменным руководителем Юрием Шевчуком. И в 22.00 на площади перед зданием мэрии пройдет грандиозный флешмоб. Акция «Мы любим тебя, Архангельск». В честь юбиляра в исполнении всех собравшихся на площади прозвучит гимн Архангельска. Партнер юбилейных мероприятий, посвященных 430-летию Архангельска «Московский индустриальный банк». Желаем вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых совершений на благо любимого города. Московский индустриальный банк. Встречайте юбилей Архангельска вместе с каналом ПС. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова